Девушки отдыхают Я же за вас отвечаю Там мой Беллигреса Очень опасно Карлос Мужчина Снимите его оттуда Пожалуйста Снимите его оттуда 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 Марик, у твоей жены кошмары. Для тебя это новость? Оль, хотел с тобой наблюдением поделиться, что твоя мачеха и по совместительству моя дражайшая тёща стерва отбедая. Лёляш, не зря мы доверились этому хому. Где-нибудь на Лазурном берегу нам выдыхалось гораздо лучше, чем на этой турбазе. Инесса Эдуардовна, я вот, насколько помню, я вас не звал, по-моему. Нет? Попридержи язык, ситёк. Иначе быстренько вылетишь с должности коммерческого директора. Несмотря на то, что ты правая рука моего мужа. Я-то язык придерживаю. Вот вы губу закатайте немного. Вы ещё не глава концерта. Так, всё, дети мои, хватит. Перестаньте. Иона, не обращайте внимания, они всё время себя так ужасно ведут. Обращайте, обращайте, мне будет очень приятно. Ох, Игорь Анатольевич, на вас не нужно. Не с собой лучше, слез, дитёк. Как бы тебе не проштрафиться, переживай. А вы за меня-то не волнуйтесь, Инесса Эдуардовна. Марик, уверяю, ты последний, за кого я буду переживать. Ну и как тебе этот молчун Иона? Имя интригует. Иона. Слушай, ну может они у мозгов, как у фаршированной щуки, но как у жеребеца, а? Порода. Даже не верится, что они родные братья. Кстати, он на тебе пялится с самого аэропорта. Да, это как-то немного настораживает. Есть шанс винтить от унылого трудоголика. Вот как раз об этом я и хотела с тобой поговорить. Решилась на курортный роман? Нет, я люблю мужа. Как скажешь. У отца с Марком был очень тяжелый рабочий год. Марк слишком много работал. Ой, бедняжка. Так вот, я хочу, чтобы в эти ближайшие десять дней он отдохнул спокойно. Что-то мешает? Да, ты. Пожалуйста, перестань к нему цепляться. Людична, ради тебя все что угодно. Спасибо. Ну только не это. Пожалуйста, не лишай мне удовольствия и мести. Прошу тебя. Марку? Ты мстишь за что? Ну, во-первых, любая порядочная барышня должна защищать свое достоинство. Ну, он же считает, что я выскочила за твоего папу по расчету. Но, во-вторых... Во-вторых... Лешина, я знаю тебя всю жизнь. Он на мне подходит. Так вот, именно потому что я тебя тоже знаю всю жизнь, я это терплю. Но мое терпение скоро лопнет. Молчу, молчу. Ионна. Да. А расскажите нам что-нибудь о вашем курорте. Вчера, сказывайте-то. Я с накуром. Мне только на склоунах. Вы бы еще летом приехали. И все-таки? Спасибо. Нет, я... Выпечу. Горноспасатель, а не гид. И неужели вы совершенно не заинтересованы в календуре? Я? Нет. Лишний головняк. Да с вами вечно что-то происходит. А, вы имеете в виду этого испанца, который пропал на склоне пару дней назад? Его что, так и не нашли? Какой испанец? Ты че, телек не смотришь? Так, ну хватит. Не смотрю. Очень занят на курсах резания крючком. Ладно, рассказываю. Этот испанец очень известный писатель. Пишет о всяком загадочном, паранормальном. Кстати, а вот он. Сюда, на Карнолышный курорт, вон там. Да. Мы в поиске таинственной ледяной пещеры. Местная легенда гласит, мистический собиратель хранит в ней души заблудших путников. Однако, вроде ветров полагают, до пещеры писатель не дошел. Весна в разгаре, и на курорте высокая лавиноопасность. У-у-у! Есть! Кайф! Я лично слушаю, я тебя не понимаю. Если ты так боишься высоты, нафиг ты сюда поперлась? Потому что Марк обожает горнолыжные курорты и полгода мечтал об этой поездке. Карасинский недостоин такой жертвы. Ты помнишь наше с ним свадебное путешествие по Венеции? Ну, конечно. Оплаченное твоим папой. Марк полгода работал, отработал и все ему вернул. Да он просто святой. Да, в Вене, да. Да нет, мог бы раз в год приехать. Давай, берите разговор. Паршивец. О, смотри. Да, спасибо. А ну! И напусти его! Ну, конечно, взяла и отпусти его. И что с того? Не лезь! Да потому что он в порт. А ты его за руку хватала? Знаете что? Спасибо, красавица. Давай погадай. Спасибо, мне не нужно. Не лезь! Всю правду скажу. Все-все тебе скажу. Ладно. Что? Плохая рука, сладкая моя, больная рука. Что? Что такое? Уезжай, пока не поздно. Почему? Собиратель душу твою украдет, как у матери твоей. Чего? Тварь базарная. Так и сгадить оптимистическое начало. Откуда она про мать знает? Что у вас случилось? Да это кретинка бомониста. Предсказала вселенскую катастрофу. Кар, что такая бледная? А? Все нормально? А, да, да. Все в порядке. Просто... Он скрывал свое лицо под широкополой шляпой. В зубах у него дымилась дешевая кубинская сигара, но застежка на галстуке и запонки были из чистого золота. Неизвестный склонился к окошку кассы и прохрепел. Один билет на Генделя, пожалуйста. Сходила полная луна. Ну, брат, все понятно. Дальше можешь не писать. Этот душегуб и есть убийца. А как ты догадался? У тебя уже в третьем романе. Душегуб курит сигары, обожает запонки и классическую музыку. Юрик, 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 не суетись. Юрик, оттай. Отстань ты от вас. Во-первых, у него в романе уже есть подозреваемые. Детский сад. А во-вторых, встречаются и весьма эстетствующие мокрушники. На, Вась, конфетку подкрепись. Да, для мозгов полезно. Было у нас в девяностых. Одно дело, гонялись за одним типом два года. Да, у него кликуха была профессор. Короче, как-то в подвале на садовой нашли два женских пальца. Жанинцев, открывайте. Я знаю, что вы дома. А это что за очкарица? Жанинцев! Да опять эта сумасшедшая. Помощница испанца. Уверена, что испанца ее похитили для выкупа. С чего бы это? Ну, после него блокнот остался. Палыч, давай я открою. Не вздумай, Вась, ты чего? Будет опять при своей глюке гундить. А что за глюки? Будто перед лавиной какой-то лыжник ее испанца сопровождал. А его не было? Нет, конечно. И потом, ты посмотри на нее, она же слепая, видит, как круто. Все же очевидно, он просто пошел на опасный участок, а тут лавина. Ну, пойди ей объясни, что он либо датый, либо чокный. Фурия! Давайте-ка, ребята, от греха свалим отсюда, а то еще и действительно за него напишут. Да иди ты, Мамра. Палыч, так а что за блокнот-то? А, испанец оставил блокнот, там наряжен на схемы. Уезжай, пока не поздно. Собиратель душу твою украдет, как у матери твоей. Кара, я знаешь, что еще вспомнил? Помнишь, как тебя в Венеции в антикварной лавке чуть не облапошили? Сеньора, у вас такой прекрасный вкус, а вы знаете, что эта чашка принадлежала самому плену? Что, правда? Ну все, хватит, хватит, хватит. Ну я же ее не купила. Ну конечно не купила, потому что я остановил приступ твоего тщеславия. Это кто еще будет говорить о тщеславии? Что? Радовался, как мальчишка, что все в Венеции названо в твою честь. Площадь Сан Марко, церковь Сан Марко. А? У тебя прекрасное имя, Марко. Я это имя в детстве ненавидел. Серьезно? Я даже маму попросил, чтобы она с братом имена поменяла. Целый скандал устроил. И что, мама? Да ничего, отшутилась как-то. Сказала, что если Иону согласен, то она не против. Но Иону, конечно же, был против. Да, конечно. Радовался, что хоть в чем-то обскакал старшего брата. Но мы, честно говоря, с ним тогда не ладили. Держи. Ну, вы и сейчас не особо ладите. Ну, да. Да потому что он винит меня во всех своих неудачах. Что работы нормальной нету. Семьи, дома. А ты здесь при чем? Наверное, потому что старший брат. Ну, все-таки вы общаетесь и... да, братья. Тем более, я маме обещал за ним присматривать. Ну, теперь ты не жалеешь об этом, о меня? Мне? Тебе нравится. Вот так. Готово? Угу. Угу. Петя, чего звал? Паша. Павел Павлович, вот госпожа Записоцкая, помощница нашего испанского друга от российского издательства, утверждает, что вы от нее скрываетесь. Да. А она хотела бы знать все о ходе расследования. Да. Петр Олегович, со слов госпожи Записоцкой я составил уже несколько протоколов. И оснований утверждать, что журналиста похитили, нету. Нету. Как это нет? Так. Как это нет? Как это нету? Карлос, опытный лыжник, он не мог просто так сунуться на закрытую трассу. Тем более, после предупреждения о ловине. Все-таки сунулся. Сунулся. И я полагаю, Наталья, как вас там... Я знаю, я знаю, что вы полагаете. Вы полагаете, что Карлос был пьян. Это невозможно. Вы понимаете, что кто-то заставил его туда пойти? Ну, почему вы так в этом уверены? Вот. Это его дневник. То есть, ну, он вроде на испанском. Да. Ну, и что в нем? Ну, я не знаю. Простите, вы не владеете испанским языком? Карлосу нужна была не переводчица. То есть, ему не нужна была переводчица, потому что он прекрасно владеет русским языком. Вы взгляните, взгляните. Мошенники могли его заманить, пообещав ему показать пещеру собирателя. И наверняка держат его там из-за выкупа. И вы увидите, вы увидите, что скоро они выдвинут свои требования. Да кому он нужен? Паша. Я просто хочу сказать, что пока у нас нет требования о выкупе и улик, мы не можем считать это похищением. Так ищите! Это ваша работа! Моя работа, милая, Наталья, как вас там? Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Охранять клиентов, понимаете? А не тратить время на пустые галлюцинации. Господин директор, время идет, результатов никаких. Значит, служба безопасности демонстрирует нам выпиющий непрофессионализм. Но я вам устрою, я вам устрою грандиозный скандал на телевидении. Да-да-да, голубушка, Наталья... Владиленовна. Владиленовна. Ну, голубушка, ну зачем же сразу скандал? Паша, хочешь конфетку? Майя. Майя. Добро пожаловать в каменный мешок. В 70-е годы тут начиналась история роза ветров. Прошу. Танго-мертвеца. Жуть какая. Да, я буду настаивать, чтобы фильм назывался как роман. И когда же он выйдет? Ну, там надо всякие вопросы с издательством утрясти. Подожди. Подожди. Сейчас. А кто будет играть? Ну, пока неизвестно, но я автор. Могу как-то повлиять на кастинг. Правда? А я бы могла кого-нибудь сыграть? А? Это будет обязательным условием в договоре с кинокомпанией. с кинокомпанией. СМЕХ СМЕХ Вася! Подожди. Так, ты... Стой здесь. Вася! Все нормально, я живой. Стой здесь. Приятного аппетита. О, здорово. Ну, что у нас по испанцу нового? И еще. С утра ничего не изменилось. Ты знаешь, изменилось. Госпожа Записоцкая угрожает ославить нас по всему миру. И знаешь, у нее получится. Слишком уж известная личность этот испанец. А я причем? Напомню, ты отвечаешь за безопасность трасс. Знаки везде стоят. Опасные участки патрулируют. Мне что, лично дурачков отпугивать, а? Ядерство! Отойди! Отойди ты от стеллажа! Так, ну, что я... Короче, или вы мне выкапываете испанца, или же находите криминальный след. Иначе, по собственному желанию, оба. Олегович, ты чего? Я... Какой тут криминал? У нас на курорте самое громкое дело. Год назад сережки пропали. Что-то ты не сильно бросился это дело-то раскрывать. Что, слишком заковыристо я для тебя, да? Или на чужом месте пузо отъел, что никак не подняться? Ну, давай. Давай. Я не посмотрю, что у кореша. Палыч! Спит, что ли? Хватит. Все. Все-все. Скажи, тебе за финнов выговора мало? А мне чего надо с ними? Целоваться? С этими финнами пьяными кретинами? Когда они за знаки полезны? Нет. Пинками гнать до самой базы. Хорошо. То, что ты и сделал. Хорошо. В следующий раз поцелую. Иона? Чего? Следующего раза может и не быть. Какой ужас. Учтого. Петь, ну, я это... Паша, и на тебя жалобы поступают. Тебе скучно тут у нас работать, товарищ майор? Да, с этим соскучишься. До сих пор уверен, что ты его дружка спихнул, чтоб меня на его место посадить. Как будто и орвался сюда. Паша, может, тебе вернуться в полицию работать? В полицию? Так, кому я там нужен в полиции? Тогда держись за это место. Держись, Пашенька. Копай, копай. Ты все на этого испанца. Да, потому что если ее информация дойдет до хозяев, я тебе ничем помочь не смогу. Да что ж такое? Ну, что там? Да, у него все время занято. Ну, может, на совещание перезвонит. Наверняка опять с Инкой болтает. Так ты все-таки ревнуешь отца к Инке. Да нет, он так ее любит. Это прекрасно. Ну, конечно, любит. Она манипулятор талантливый. Ну, в этом есть положительная сторона. Ну, вот в этом я сомневаюсь. Ну, например, отец всю жизнь пытался бросить курить. И никак не мог. Инка отучила его в две минуты. Вот это да. Я до сих пор не понимаю, как она это сделала. Да просто. Наморщила свой хорошенький носик. И все. Ты к ней предвзято относишься. Правда. Я же знаю ее с самого детства. Она очень поддержала свое время. Ты же знаешь, как я любила и люблю отца. А Монану я редко даже мамой называла. Я просто ее очень боялась. Я ведь ничего не знала про ее болезнь. Отец мне про нее рассказал только, когда я поступала на филфак. И ты представляешь, каково мне было. Я тряслась, как осиновый лист. И думала, что вот-вот во мне это проявится, как мисс Монану. Так Инка, чтобы поддержать меня, чтобы мне было спокойнее, поступила ради меня на тот же факультет. И отучилась вместе со мной на одном курсе. И в итоге стала содержанкой твоего отца. Ну, а вот я чем лучше? Что значит, чем ты лучше? Ты намного лучше. Ты у меня талантливый переводчик. Кстати, как там наш депрессивный перуанский друг? Как его? Сесар Вальеха. Вот. У меня вот в жизни последние полгода полная Вальеха. Ну, потому что... Что? Потому что мне чего-то не хватает. Полноты жизни, что ли? Страсти какой-либо нет. Вот оно как. Значит, страсти нам не хватает. Да нет. Полноты жизни. Скучно. Это мужская страсть, понимаешь? Во мне ее нет. Конечно, мужская. Ты же у меня женщина, да? Причем любимая женщина. Давай, давай, заходи. Заходи, говорю. Это ж... Что ты придумал? Иона. Иона. Да, Юрка. Я схожу собак покормить? Валяй. Тут это... Тебя баба-испанца ищет. Кто ее пустил? Да она как бы и не спрашивала. Подождите! Наталья Владиленовна, совсем нет времени. Много работы. Я вижу, как вы работаете. Уже два дня прошло. К сожалению, ничем не могу порадовать. Не могут найти ни собаки, ни приборы. Ну, так привлеките еще специалистов. Людей хватает. А звать подкрепление, это не в моей компетенции. Да ваша компетенция, его жизнь. Вы отвечаете за Карлоса. Послушайте, каждый сам, сам отвечает за свои глупости. А горы не прощают дурачков. Да, я бы попросила вас... Это я попрошу вас. Если вы хотите, чтобы тело нашли, покиньте зону поисков. Не мешайте нам работать. Вперед, туда. Чудовище. Чего? Ничего. Командир, идем в каменный мешок, срочно. Возможно, есть улика. Ты опять в сыщик играешь? Почему не на объекте? Ну, так выходной. Ну, какая улика? Ну, возможно, по делу пропавшего испанца. Гляди, как тебе такая лыжная балка? Да, это интересно. Это же на самодельный нож похоже. Профессионально сделанный. Вот, да, вот там вот, посмотри, возле кольца. Тут же кровь. Когда ты ее нашел? Сегодня. Вот, я что думаю. Эта сумасшедшая Записоцкая, она действительно кого-то видела с испанцем на трассе. Вася, да никого там не могло быть. Почему не могло? Ну, потому что иначе бы искали бы двоих, а не одного. А из-под лавины еще никто не выбирался. Невозможно, особенно дилетантам. Понимаешь? А больше никто не пропал. Так а что, если тот, кто заманил испанца, он не дилетант? Если он знает эти места, как свои пять пальцев. А почему ты думаешь, что его именно заманили? Так, потому что Звягинцев говорил Грымзену, то есть Записоцкая. Нашла дневник испанца, в котором была нарисована карта, как пройти к пещере Собирателя. Она, она, она уверена, некто соврал, что знает дорогу. Карлос на это купился, его похитили с целью выкупа, но что-то пошло не так. Ну и что ты думаешь? Что убийца где-то рядом? Да. Ну, допустим, если ты прав, то убийца совершил большую ошибку, и он всячески постарается быстро ее исправить. Согласен? Наверное. А ведь Карлос был высоким. Правильно? Да. Так? Да. Ну, а чтобы завалить такого бугая, надо бить либо сердце, либо под лопатку. Обычный человек, вроде меня, он бил снизу, поэтому потеки так высоко, потому что кровь текла по палке, как по желобу. Командир, ты что, шутя что ли? Что? Че, испугался, что ли, сыщик? Ну, че, возьмешь меня в савтора? Это я еще подумаю. Ну, есть интрига? С чего ты взял, что это кровь? Это может определить только специалист. Ну, так я и хотел с этим к Звягинцу уйти. А вот это я, как твой начальник, я тебе запрещаю. Но он же майор полиции. Алкаш! Сачок! Толку не будет. Завтра же будет судачить об этой находке вся Роза Ветрова. Но у него большой опыт. И ты веришь его байкам? Да он сидел на бытовухе, алкашей разнимал. Там превышение полномочий. Его уволили за превышение полномочий. Да потому что он бухал. И сейчас уволят отсюда. Поверь, я постараюсь, если найду какой-то криминал. Так, все, хватит. Никому не надо трепаться. Мало никому нарвешься. Только я один такой добрый. Это ты такой добрый, потому что не ты этим ножичком орудовал. Ну, а вот это вот станет ясно только на последних страницах твоего романа. Ну, признайся, вставишь этот душесчипательный эпизод, чтобы развлечь свою горничную. Ну, так а как же командир это? Утром в газете, вечером в куплите? Шустрый какой. Палку положи на место. Ага, палка на место. Да. Майя нам должна помочь. Ты должен уговорить ее сделать одно одолжение. Ясно? Что? А какое одолжение? Здравствуйте. Уборка номеров. Здорово, ребят. Здравствуйте. Она говорит, что я вообще с мужем приехала. Я говорю, да какой муж? Ты посмотри на меня. Посмотри, какой мужчина красавец. Мне охренется он. Давайте поедем кататься на лыжах. И после этой фразы все. Она как про лыжи услышала и поняла, что муж приехал просто так. Ну, как? По какой системе оценивать? По десятибальной? Достаточно пятибальной. В таком случае... Здрасте. Здрасте. Извиняюсь. Я Юрик, горноспасатель. Можно вас пригласить? Нет, Юрик. Почему? Потому что я собираюсь танцевать с вашим боссом. Ты садистка. Ну, я действительно хотела пригласить Иону на танец. Не обращаю внимания. Извиняюсь. Все в порядке. Парня жалко. Вы же не откажете? Ну, так потанцуй с ним. Не знаю. Инна, вы извините, но я пока не танцую. Марк, объясни, пожалуйста, своему братцу, что красивым девушкам не принято отказывать. Они этого не прощают. Ох, поберегись, Иона. Ой, учту, мать. Инесса Эдуардовна, хотел вам напомнить, что на самом деле здесь не скромная отдыхающая, а все-таки помощь вашего мужа. Да. И как-то должен выдергивать вас из неловких ситуаций, поддерживать, веселить всегда. Это он тебе приказал? Нет, вы что? Вы не против? Конечно. Конечно. Прошу вас, на танцую плану. Ой, ладно-ладно-ладно, только предупреждаю, что я буду прицельно наступать тебе на ночь. Вообще, это мой план был. Да. Инесса Эдуардовна, прошу вас. Ольга. Да. А вы переводчик, да? Угу. Кого переводите? Сесар Валье. Ольга, знаете такого? Понятия не имею. Первый раз слышу. Он испанец? Перуанец. Поэт. А вы знаете испанский? Угу. Я так и знал. Вальеха вообще мало кто знает, читает. Поэтому, если вам интересно… Что? Если вам интересно, я могу вам прочесть что-то из его стихотиков. Оля, пойдемте. Да, вы правы, здесь громковато. А скажите, Оля, ну-ка, говорите. А Марк вам что-нибудь рассказывал обо мне? Ну, снисходил до того, чтобы похвастать. Ну да, вы редко видитесь. Не так редко, как хотелось бы. Марк говорил, что вы часто ссорились из-за вашего имени. Да, он хотел забрать имя меня. Он вообще всегда отнимает, что ему нравится. А по-моему, вы просто к нему предвзято относитесь. А по-моему, я говорю правду. Ну, или завидуете. Ну да, завидую. Чему? Тому, чего он добился. Возможно, если бы я… Что? Если бы я сбежал от постели больной матери, то тоже достиг бы чего-то такого. Вы хотите сказать, что Марк бросил мать? Да, он сбежал. Удрал поступать в Москву. Поступил на все наши сбережения. А мать хоронил я один. Отец нас давно оставил. Пришлось попотеть, чтобы раздать долги. Ну да. А сейчас вы занимаетесь тем, что вы вмещаете на нем злобу из-за того, что, видите ли, в вашей жизни что-то не сложилось. Почему не сложилось? Я спасая людей. Сейчас надо найти Карлоса, и он не под лавиной. Да, и где же он? В пещере Собирателя. То есть, самое из легенды? В его дневнике сказано, где она. Серьезно? Вы верите в эти сказки? Я боюсь, что это вполне реальная история. Причем криминальная. Испанцы его либо похитили, либо убили. А, ну, в таком случае, я думаю, вам стоит обратиться в полицию. Нет доказательств. И могу их найти только я. Но без вас мне не справиться. Да, а его помощница, она не в счете. А что не так? Никто ничего не должен знать. Особенно эта Записоцкая. Она все раструбит, испугнет преступника. А им, может быть, кто угодно. А в таком случае, я не понимаю, почему вы доверились именно мне? Ну, потому что, потому что вы знаете испанский. К тому же, мы родственники. Что вы делаете? Что? Руку уберите. Это нечестно. Марк, ваш брат, да вы... Вы ставите меня в неловкое положение только потому, что хотите отомстить ему за ваше... за ваше детство. Извините, я... Я могу вам чем-то помочь? У вас есть платок? Сейчас, секунду. Ну, разве что только… Вот, салфетки. Держите. Спасибо. Вот, возьмите еще. Благодарю. Вы вообще как себя чувствуете? Отвратительно. Отвратительно, делает из меня какую-то слепую сумасшедшую. Кто? Все. Ну, почему вы так думаете? Потому что все эти поиски — это ширма. Все знают, что Карлс попал в какую-то криминальную историю и молчат. И хотят все это обставить, как будто бы он погиб просто по глупости. Ой, хотите? Нет, спасибо. Да и вам бы я больше не советовала. Ну, конечно, вы думаете, что я алкоголичка? Нет, нет, что вы, я вовсе так не думаю. Да я вообще не пью. Конечно. Я просто очень боюсь. Чего вы боитесь? Дело в том, что мне из номера украли дневник Карлоса. И это означает, что мои догадки верны. Может быть, там написано, где его держат. Если он еще, конечно, живой. А хотите, я вам его покажу? Угу. Угу. Сейчас. Вот. Разве в такого можно не влюбиться? Он очень красив, это правда. Перестаньте, пожалуйста, успокойтесь. Вы знаете, мне кажется, я могу для вас кое-что сделать. Что? Пойдемте лучше к нам, за наш столик. Нет, спасибо. Я поняла уже, что мне хватит. Спасибо. Спокойной ночи. Хорошего вечера. Надеюсь, вы не сболтнули? Ничего лишнего. Нет. Иона! Мы должны помочь этой женщине. Я согласна переводить. Как долго я ее ждал. Мне не терпится увидеть ужас в ее глазах. И заковать его навсегда. Ведь так художник дарит бессмертие. Ей понравятся мои скульптуры. Особенно испанец, который прям хорошо поет. Она станет скульптурой. И мы будем наслаждаться ее голосом вместе. Осталось лишь разлучить ее со спутниками. Но это все просто. Мне все доверяют. Вот только дурак Вася обнаружил то, чего не должен был. Но эту оплошенность я скоро исправлю. Смотри, какая аллея. Ну-ка. Да. Интересно. Кстати, а как вы потанцевали? Удачно? Да как? Это холера мне все ноги попала. Но ничего, я ей отомстил. Молодец. А что ты так рано ушла? Да просто захотела пройтись, вот и ушла. Иона гадостей про меня каких-нибудь наговорил, да? Ну, не без этого. Ну? Сказал, что ты бросил больную мать, уехал поступать в Москву и потратил все сбережения семьи. Ты веришь ему? Но ведь это не так. Эй! Да, братец. А он тебе сказал, что последнее желание матери было, чтобы я в Москву поехал учиться. О как. Тебе очень идет этот образ. Да? Угу. А ты чего с женщинами целуешься, а? Так. А я хочу примерить вон тот образ. Дорогой, я тебя жду. Марк, ну где ты там? Слушай, ну так не честно, ну хорош прятаться. Марк! Ты где? Марк! Марк! Марк, ты слышишь меня? Марк! Марк! Марк, ты здесь? Марк! 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 Нет, я не скажу с ума! Нет, 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 нет! Эй! Выходи! Выходи давай! Эй! Эй! Я знаю, что ты здесь! Выходи давай! Я знаю, что ты здесь! Пришел за своей лыжной палкой, да? Выходи давай! Эй! Ты? Ч-ч-ч, все, 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 я рядом, все хорошо. Марк, Марк, где ты был? Оль, я тебя искал, я тебя нашел без сознания. Нет, это я тебя искала, я кричала, звала, ты даже не счел нужным отозваться. Все, моя, хорошо, успокойся немного. Марк, за мной кто-то следил. Марк, это было очень страшно. Тебе показалось. Я понимаю, новое место, новые люди. Ты немного выпила и все это… Стоп, 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 подожди. Ты что, ты сейчас хочешь сказать, что я схожу с ума? Нет, я хочу сказать, что ты переутомилась. Ты переутомилась от своих переводов. Да при чем здесь переводы Марк меня преследовали? Да при том, потому что ты сознание потеряла. И вообще я… Что вообще? Мне не нравится этот твой божок Вальеха. Ну что за депрессивный тип? Верь в мертвого, а не в живого. Умру в Париже в сумрачный день, да тут у кого хочешь крыша поедет. Да при чем здесь Вальеха? Он вообще ни при чем. Он прекрасный поэт. Все, Вальеха – прекрасный поэт. Нам нужно немножко успокоиться. А тебе отдохнуть. Пойдем. Вставай, стой. Пошли. Просто любой, кто выводит мою жену из равновесия, вызывает у меня подозрение. Завтра отсюда с тобой уедем. Все. Нет, нет, подожди. Подожди. Ты что, хочешь отнять второй медовый месяц? Вот это похоже на медовый месяц? Да. Именно это похоже на нашу Венецию. Давай ложись. Давай выпей. Что это? Снотворное. Держи. Ты взял для меня с собой снотворное? Я его взял для себя. Это из работы? У нас сейчас сложности. Нам трудно на рынке удержаться. Господи, Марк. Прости. А тут еще я со своими фантазиями. Прости. Тебе нужно отдохнуть. Выпей. Да. Я только обещаю, что мы остаемся. Обещаю. Угу. Все. Закрывай глазки. Давай, моя хорошая. Спи. Запомни, ежик. Не доверяй тому, кто приходит с южного края опушки. Он может причинить зло, потому что способен прикинуться кем угодно. Какие новости? Пока никаких. Отчего же? Может, потому что все это спектакль? Ну, признайтесь, вы же уверены, что Карлоса похитили? Ну, есть какие-нибудь улики. Кто злоумышленник? Почему вы скрываете код расследования? Так, 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 посторонним сюда нельзя. Вот туда идем. Вот туда. Мам, я не посторонняя. Вы посторонняя. Чудовище. Чего? Туда. Юрка. А? А ты знаешь эту барышню? Знаю. Юр. Юра, она может закатить вселенский скандал. Она следит за нами. А мне нужно отлучиться. Причем надолго. Что, подменить тебя? Невероятно. Схватываешь на лету. Ну, давай, действуй. Парни, сдвигаемся на пять метров вперед. Принял, Юрик. Лёлиш, ну ты уже что, каталась? Я все пропустила? Да, ты пропустила мое феерическое падение. Что ж такой профи-то делает на учебном склоне? Приехала поддержать подругу. Вот как. Кстати, ты когда последний раз нам не выставала? В классе в восьмом? Зато ты у нас на курортах прописалась. Так, все. Знаешь что, ну все, все, баст, ребят. Я не хочу, чтобы вы из-за меня ссорились. Значит так, я поехала домой, а вы спокойно катайтесь, а то вам приходится барахтаться вместе со мной в этом лягушайке. Оль, мы сейчас все разучим. Чего ты? Нет, нет, нет. Так, ребят, хватит спорить. Я не хочу, чтобы вы… О, мастер. Что хотел, красавец? А? Да я хотел извиниться за вчерашнее. Был хамом, признаюсь. Готов искупить вино. Вам это будет очень дорого стоить. Да я не сомневаюсь. Но пока вы не придумали более изощренную месть, я готов позаниматься с Ольгой. В общем-то это неплохая идея, учитывая, что со мной действительно нужно позаниматься. Но только я вас предупреждаю, что я неважная ученица. А я неважный учитель. Так что мы квиты. Марк, ты не против? Да. Нет, конечно. Пес хочешь. Ну, конечно, она хочет. Правда, Релишна? Ну, тогда вперёд. Успехов. Ну что, приспытан? Опаздывает твой Васька. Инди. Да, не похоже на него. Зайчик. Так обед кончится и ничего прочесть не успеет. Да шляется где-то. Сегодня же не его смена. Да нойте фантазии слушать, Палыч. Расскажи что-нибудь заправдочное. Что с профессором? А, с профессором. А профессор тот действительно профессор был. В университете преподавал. А пальцы принадлежали... Недоступен чего-то. Погоди. А Васька писал сегодня ночью что-нибудь? Он же обычно читает нам то, что ночью пишет. Так что с профессором? Юрик, я спрашиваю, Васька писал сегодня что-то или нет? Не знаю. Я спал. А утром же Васьки не было. Да может в город свалил, а? Потусить. Так, пойдем-ка. Так, чьи пальцы-то? Эй! Эй! Привет! Не отвлекайтесь, пожалуйста. Хотя бы на первом уроке. На меня двигаемся шире ноги, у вас карлинговые лыжи вообще-то. Значит, если вдруг лед, то резко ставим ногу. Схема такая, значит. Поворачиваем влево, вправо, короткий поворот, длинный поворот. Ясно? Стоп! Скользим, скользим на меня! Что? Что? А слушайте, если вы затеяли всю эту историю с испанцем только для того, чтобы попозлить Марка, я в этом участие принимать не собираюсь. Ольга, мне действительно нужна ваша помощь. Так ты зачем весь этот спектакль с тренировкой? Ольга, ваш муж закоренелый собственник, и вы его собственность. Поэтому ничего не должно вызывать подозрений. А легкая ревность она не повредит. Поехали! Поехали! Да, я никуда не поеду, я не умею. Да что ж такое? Ну это глупо! Приехать на горнолыжный курорт и ни разу не скатиться вниз. Ну вы же видите, я стараюсь, но у меня ничего не выходит. Я даже еле на них стою. А для горных лыж одного старания маловато. Что еще нужно? Лыжи вниз направьте. Вот так. Вдохновение нужно. Это как заниматься любовью. Ну ты же понимаешь, о чем я? А когда это мы перешли на «ты»? Чтобы заниматься любовью, нужно вдохновение. А иначе это просто акробатика. Так, руки уберите! Я не давала права меня трогать! Не ушиблись! Ольга! Аккуратно, аккуратно! Помогите меня, остановите меня! Ноги ровнее! Молодец! Молодец! Притормаживаем! Притормаживаем, говоришь? Неплохо! Не ушиблась? Цела. Хотел бы смерти, да? Да я просто хотел увидеть тебя настоящим. Ну что, увидел? И как? Не забываем. Флиртуй с женой брата. Ничего подобного. Не стоит. Да знаю, что не стоит. А что делать? Я могу тебе объяснить, что делать. О-о-о. Резко. А за что? Еще не решила. Ты прочла дневник? Есть зацепки? Карлос беседовал с местными. Он готовил книгу о загадочных горных происшествиях. Большая глава должна была быть посвящена местной легенде о пещере украденных душ. По преданию, в горах живет злой дух. Ну или собиратель. Он крадет души путников. Этой сказкой здесь даже детей пугают. Собирателя нужно задабривать, приносить жертвы. Иначе жертву он найдет сам. Года два назад один цыган случайно наткнулся на пещеру и видел плененные души. Карлосу удалось его разыскать. Конечно, втайне от Записоцкой. Со слов цыгана, Карлос нарисовал схемы, где может находиться пещера. Возможно, испанец еще жив. Нужно искать. Ты идешь? Наверное. Ну, пойдем. А как мы объясним свое исчезновение? Очень просто. Я скажу брату, что под умелым руководством ученица быстро освоилась. Мы перешли к более продвинутому спуску. А его, этого спуска, с черной трассы не видно. Пойдем. Да погоди, куда же ты? Опять у него бардак на столе. Это не бардак, это творческий хаос, Юрик. Смотри, Палыч, кажется, записка. Ну-ка. Уехал в город отправлять роман. Привет Палычу. Василий. Куда это он отправлять собрался? Ну, как куда? В издательство он свои детективы отправляет. А у нас интернет, сам знаешь, через пень-колоду. Горы. Да, вот он мотается в город. Точно. Вчера интернета не было. А сегодня, Ахмед сказал, летает. Чего ему утра было не подождать? Странно. Да нет, это-то не странно. То, что у Васьки Шила в одном месте, это давно известно. Вопрос в другом. О каком романе речь? О последнем, наверное. О последнем? Да нет. Последний – это «Танк и мертвеца». В том месяце этому издателю идиоту сучил. Помнишь историю? Да, помню. Так запудрил ему мозги, что тот согласился прочесть, лишь бы отвязаться. Индей. А свежее-то это, 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 кровавое воскресенье. Это то, что он нам вчера читал. Так он только 50 страниц написал, и я думаю, что даже при его упертости, вряд ли он осилил все. Да, и без твоей оценки он бы не обошелся, Палыч. Да, Юрик. Чего же он мне про отъезд и ничего не сказал, а? Слушай, ну ты же ему не кормилица. Не попрощался, значит скоро будет. Вот. Твои любимые. Спасибо. Подожди, а может ваших пора спросить, кто сегодня выходной? Ахмед. Пойдем-ка. Согрелось? Угу. Очень хороший чай. Как называется? А я название еще не придумал. Правда? Ты собираешь травы и делаешь отвары? Давай лучше поговорим о твоих талантах. Мне кажется, что я готов. К чему? К Сесаро Вальеха. Ну ты ж хотела прочесть? Ух, ну так вот сходу я и не знаю, что тебе прочесть. Ну я-то, я-то тем более не знаю. Любовную лирику. Вперед. А у него ее нет. Он слишком озабочен смертью, чтобы тратить свое время на любовь. Ой, как это сказано. А ты что, хорошая переводчица? Не знаю. Но я надеюсь, моих знаний хватит, чтобы помочь тебе найти Карлоса. И так? Угу. Правда? Конечно. Ну смотри, ты сам напросился. Да, сам напросился. Угу. Верь в зрение, но никогда в зрачок. Верь в лестницу, но не в ее ступень. В крыло, не в птицу. И верь в себя, в себя и лишь в себя. И верь во зло содеянное, но не в злодея. В стакан, но не в вино. Верь в мертвого, но не в живого. И верь в себя, в себя и лишь в себя. Все. А что смешного? Нет, просто забавно, ты так внимательно слушаешь. Мне очень приятно. Это странно. Ну, ты знаешь, Валеха — это довольно экстремальное развлечение. А с Марком не так? А при чем тут Марк? Нет, он, конечно же, слушает. Из вежливости. А потом он утыкается в телефон и ждет, когда ты переболеешь этим перуанцем, как ветрянкой. Марк мой муж. Я его очень люблю и не намерена ни с кем обсуждать, а тем более с тобой. Я обсуждаю не его, я говорю о тебе. Нет, он, он бог. А бог вот не совсем доволен тобой, ведь так? Хочешь, я тебе скажу, почему ты пошла со мной? Нет. Ну так слушай, ты хочешь доказать Марку, что не бесполезно. Тебе надоело, что он считает тебя красивым, но весьма бестолковым предметом интерьера. Значит так, я пойду прогуляюсь, а ты пока поупражняйся в своей язвительности в одиночестве. Ладно? Хорошо. Жаль. Стася, на самом деле устройство простое. Там алюминиевые трубки. По ним идет воздух. Смешивается с водой и… И снег летит. Хочешь попробовать? Да. Давай. Ой, молодец, молодец какая. Ахмет! Ахмет! Что? Кто разрешил? Попробуй, Юрий. Иди! А если что случится, запчасти в Швейцарии, ты повезешь? Да мы просто попробовали, Юрий. Юрий, подожди. Ахмет! Иди гуляй. Ты Ваську не видел? Так он уехал. А откуда знаешь? Он ж записку написал. Тебе там привет, кстати. Ага, ну понятно. Так вы у Майи спросите. Они вчера виделись. Может, она знает. Ага. У Майи? Да. А что это? Форты. Они тут с войны. Не понимаю. Вроде бы здесь где-то. Ну, вот какой-то вход. Смотри. Ну, вот смотри. Судя по записям Карлса, ну да-да-да, получается, что вход в пещеру. Где-то здесь. Ну что, ты идешь? А? Ты ведь хотела найти испанца? За мной. Аккуратно. Посмотри. Там, мне кажется, есть какой-то проход. Пойдем? Иона, здесь у нас тоннель. Иона! 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 Иона, ты слышишь меня? Черт! Иона! Иона! Оля, да я рядом. Сейчас. Сейчас. Господи. Иона! Оля! Иона, ты где? Иона! 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 Иона, успокойся. Оля, я рядом. Оля, ты слышишь меня? И слышишь? Оля, я здесь. Иона! Тихо, 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 тихо. Оля, это я. Оля, это я. Все, 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 тихо, все, тихо, все, тихо. Оля, это я. Я здесь, все в порядке. Все хорошо. А я, я взяла. Тебя нигде не было. Все, 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 все. Ой. Тихо, я отведу тебя на базу. А ты? А я пойду искать пещеру. И чтобы не повторить ошибки, я для начала найду этого цыгана. Я с тобой. Зачем тебе это надо? Для... для вдохновения. Мне страшно. Да? Хорошо. Хорошо, пойдем. Последний раз, виделись позавчера. Ужин или в ресторане. Ну так и чего, после этого Ваську не видела, что ли, больше? Нет. Он же на поисках все время пропадает. А вот твоя подруга... Убеждена в обратном. Не сдавайте меня. Чего? Давай, выкладывай. Я лыжи люблю. Ни одно соревнование по телеку не пропускаю. У меня бабушка биатлонисткой была. Я и сюда устроилась только потому, что... Горы. А на хорошую экипировку денег нет. Не буду же я в бабушкином позориться. А Вася сказал, что подберет мне что-нибудь в каменном мешке. Из неликвида. Вася такой милый. Ну и как? Подобрали? Не успели. Вася какую-то палку лыжную нашел. Рассматривал ее, потом убежал. Сказал, за вами. Все? Нет. Потом вернулся с начальником, со своим. С Ивоной? Да. Они меня выгнали. Сказали что-нибудь? Ну... Вася ругался. И сказал... Старый козел. Вечно его нет, когда он нужен. Про тебя, Павлович. Это я понял. Я не понял, зачем я ему понадобился так срочно. Будешь? Ну, только этого мне не хватало. Доктор, неужели я умру? Ну, конечно. Ну, только не в мою смену, товарища пациентка. Идем. Ну, вот тут вам и от горла, и от кашля. Ну, в общем, все есть. Спасибо. Благодарствую, Мриэм. Мы как-то сами с усами. Ну, с усами так с усами. Я сейчас без всякой химии нашу переводчицу на ноги-то и поставлю. Может, я лучше... Нет, нет. Вот, пей. Это полезно. А от чая-то не откажетесь? Не откажемся. Ну, и ладно. Так что, Мриэм, вы говорите, что вот этот вот цыган, который пещеру видел, он до сих пор здесь, в деревне живет? Ну, а где же мы жить? Конечно, здесь. У него домик-то на окраине там. Только он с тобой говорить-то не будет. А чего так? Так. У него с головой-то того. Так на что же он живет? На что живет? На то и живет. Ходит на деревне. Кому надо, хозяйству помогает. Кому помогает, покажете? Че показывает? Вот и ко мне приходит он. Видел, дрова кулит. Петша! Мы с курорта Роза Ветров. Я Иона, а это Ольга. Здравствуйте. Мы ищем пещеру-собирателя. Ну, ты же знаешь, где она? Ты можешь нам помочь. Мы заплатим. Иона. Тихо, тихо, Петша. Мы просто спросили, где пещера. Ты же помог иностранцу Карлосу? Почему ты не хочешь помочь нам? Потому что никакого Карлоса я не знаю. И никакой пещеры не было, и нету. Нету. Ну, как она хоть выглядела? Может, что-то странное заметила? Да, обычная паука. Да бестолк это, Палыч. Тут их тысячи. Это... Это Васин. Ну-ка. О, действительно. Он же с ним не расстается никогда. А когда вы здесь расшивались, он на Ваське был? Да. Это значит, что он потерял его, когда был здесь с Ионой. Он его на таком полосатом шнурке носит. Посмотри, может, там и шнурок где? Такой шнурок просто так бы не порвался. Чем они тут занимались, а, Палыч? Непонятно. Иона! Ну-ка, посмотри. Посмотри, чем они там играют. Слушай, может быть, это фотоаппарат Карлоса? Ну, тогда на нем могут быть снимки пещеры. Если он вообще до нее дошел. Кидай, кидай, кидай! Мне, мне, мне! Все, все, все. Вот как тебя зовут? Роман. А меня Иона. Иона? Как? Ну, как, как? Иона. Слушайте, ребят, мы тут первый раз. Не могли бы нас сфоткать на этот профессиональный фотоаппарат прямо на фоне дома этой деревни? Я не умею. Я тебе покажу, все просто. Смотри, нажимаешь? Ром! Да, слушай, ну, просто фотография. Я тебе взамен дам подержать бинокль. Смотри, какой красивый. Смотри. Рома! Ром, ну, посмотришь, пока я, пока я сфоткаюсь сам. Я тебе сейчас отдам. Батарея садится. Да нет, флеш-карты тут. А посмотри на внутренней памяти. Есть. Рома! Ром! Рома, давай меняться, а? Я тебе бинокль, а ты мне фотоаппарат. Не, мне в городе за фотик больше дадут. А не отдашь, отца покричу. Все серьезно. Ты посмотри, какой борзый. Ты посмотри на него. Сфоткай. А ты где взял его вообще? В горах нашел. А может, ты его украл? Да не крал я его. Сейчас, может быть, полицию вызовем, посмотрим. Странно, по-моему, хороший бинокль. Они все соображают. Что он, твой бинокль? Именно после Венеции Марка называет меня Кара. Что означает милая. Да, я помню. Ну что, еще пару денечков и эти гамбургские петухи будут драться за тебя? Не понимаю. Да перестань. Любая женщина чувствует такие вещи. Ты о чем? Ну, ты весь день была с ООНой. Да, у нас была тренировка. Ну и тренировка тоже. Так, я замужем и люблю мужа. Это я уже слышала. Ну и как же, брат? А что, брат? Неужели тебя внутри ничего не ёкает? Нет. Да ладно, колись. Какой он? Совсем другой, да? Дикий. Нет, я бы не сказала, что он дикий. Он скорее, он страстный. Господи, да не в этом смысле. А в смысле он одержим. Он одержим горами, снегом, льдом. Стихия это его, понимаешь? А как глазки-то загорелись. Лёлишна, я тебя умоляю, не теряй свой шанс. Инна, я люблю Марка. Точка. Любишь? Или пытаешься себя в этом убедить? Я ей говорю. Слушай, Стася. Донёс. Не рассыпался. Смешно. Ладно, потом договорим-то. Давай, я подойду. Чего хотел? А ты не знаешь, с чего меня Васька искал? Понятия не имею. А чё, не сказал он тебе? Говорят-то с ним вчера. Каменный мешок таскался. Ну, раз говорят, значит, правда. А что вас туда вынесло? Что вы там с ним такое творили, что Вася вот это потерял? О, это допрос. О, дружеская беседа. Значит, можно не отвечать? Состряпаешь ордер? Зови. Я состряпаю. И не только ордер. Ваш Василий нашёл улику. Садитесь. Какую такую улику? В деле Карлоса. Вам-то откуда это известно? Я подслушала их разговоры с этим начальником спасателей. В любом случае, тут криминал. Доказательств нет. Загадочным образом пропадает известный богатый испанец. Ни приборы, ни собаки не могут его найти. Перед лавиной Карлоса кто-то преследовал. Василий находит на складе улику и пропадает. Вы полагаете, он пропал? Да. Этот он и что-то знает. Но скрывает. Сегодня я едва не поцеловал её. Ей хотелось этого. Она уже готова извинить мужу. Хотя они похожи на здешних женщин. Тут они сбрасывают шкурки бизнес-вумен, добропрядачных матерей, домохозяек. И становятся самками. Но чтобы получить этот бриллиант, нужно быть осторожным. Хорошо, что удалось решить проблему с этим графоманом. Она ничего не должна заподозрить до самого конца. Карочка, опять кошмар, да? Да. Видимо, тебя впечатлили эти местные легенды, за которыми охотится этот пропавший испанец. Выпей. Опять снотворное? Здоровый сон — это самое лучшее лекарство. На. Я... Чёрт. Я... Я это... Сейчас, сейчас. Принесла нелюбкое. Открыто же, что ли. Здрасте. Есть новости. Самое время. Иона попросил Юрика подменить его сегодня на поисках. Ну? А вчера, под брелогом тренировки Ольги, весь день где-то пропадал? И что? Надо проследить за ним. Ладно. Дайте мне пять минут, сейчас я туда-сюда... Подождите! Завтрак. Здравствуй, Петша. Здравствуй. Погоди, я знаю, что пещера существует. Я нашёл доказательства. Посмотри, посмотри, этот снимок сделал тот иностранец. Завтрак. Погоди. 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 Иностранец всё хотел знать о пещере. Я не хотел ему говорить. Он уговаривал меня. Много заплатил. Мне машина нужна. У меня мать другой деревни живёт, больная. Далеко ездить. Понятно. Петша, это ты его проводил до пещеры? Нет, это значит убить. Но когда я увидел пацанов, у них фотоаппарат его... Я понял, что собиратель забрал его душу. Петша, Карлос может быть жив. И ты должен помочь нам найти эту пещеру. Ему не помочь, даже если жив. Тот, кто видел пещеру, лишается ума. Я больной, безумный. Уходите. Петша! Петша, ты сможешь отмолить этот грех, если поможешь нам найти испанца? Петша, ты сможешь отмолить этот грех, если помочь нам найти эту пещеру. Я помогу вам. Привет, Петша. Это она. Это она тогда гадала мне у кафе. Кто это? Зара, Шуванье. Ведьма? Ага. Тут живет. Пещера там. Я дальше не пойду. Дух будет гневаться. Спасибо тебе, Петша. Ага. Спасибо. Ага. Да. Я бы сказала, что здесь фантастически красиво, если б не было так страшно. Может быть, скажешь Марку правду? Какую правду? Что не любишь его? А почему это ты так решил? Слишком усердно пытаешься всем доказать обратно. Оля. Оля. Нет. Оля. Нет. Оля. Оля. Ольга, стой! Оля! Оля! Оль, ну хватит шутить уже! Ольга! Черт! Ну и долго нам их тут ждать? Идемте уже, погода испортилась. А как же эти? По-моему, мы стали свидетелями банального адюльтера. Спасибо. Чего горячий-то такой? Кипяток. Аж язык обжел. Ловить тут нечего, только время терять. Кипяток. Эй! Здесь есть кто-нибудь? Девушки отдыхают. Ах! 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 Оль, ты меня слышишь? Марк? Слава богу, ты меня так напугала. Что со мной было? Иона сказал, что отошел на минутку, вернулся, тебя уже не было. Лёляшина, мы искали тебя всю ночь. Нашли замерзшую и бессознание в лесу. Тебе повезло, что у тебя костюм с подогремом, иначе бы замерзла насмерть. Отойди отсюда, а, ты вообще должен следить за ней, был. Так, ну чё ты, стопэ! У семьяния дитя без глазу. Лёляшина, мои поздравления. Серьезных повреждений нет, так врач сказал. Так что в гробу смотрелось бы просто великолепно. Ион. А чё у тебя рука обожжена? Ты чё там, мангало разжигала? Ты как туда попала вообще? Я... я хотела покататься одна и... случайно заблудилась. И нашла то место. Какое место? В пещеру. Там... там был Карлос. Карлос? И... и этот парень, как его, ну... у него такой ещё был полосатый шнурок на шее. Васька? И ещё там... там было несколько человек, и они все были закованы в лёд. В лёд. Ольга, а вот теперь с этого момента поподробнее. Послушай, Лёляшина, а ты уверена в том, что видела? Абсолютно. Я бы просто с ума сошла. Ты чё там, реально, все голые стояли. Сейчас сама все увидишь. Ладно, прости, прости, пожалуйста. Ты же мне веришь? Ой, ну... может, ты съехала неудачно, упала и... Треснулась головой и растеряла мозги. О, ну это всё правда. Очень странно. Нет, ну серьёзно, ты думаешь, я просто всё это придумала? Это мои какие-то бредовые фантазии? Карлос, спокойно. Так, всё, брейк! Брейк, разошлись! Лёляшина, я тебе говорила, что с этим киборгом каши не сваришь. Ну, всё, и полиция приехала, говорили, что... Общаться не пришли. Так, значит, потерпевшую обнаружили где-то здесь. Именно. Ну? Где пещера-то? Я бежала откуда-то оттуда, кажется. Оттуда, кажется. Ладно. В общем, место дислокация понятно. Идёмте. Ну чего там? Рюкзак. Где? Вон там. Ну-ка, дай. Повезло. Я, наверное... Наверное, сняла, оставила его в пещере. Я не помню. Куда? Куда? Тихо. Так, внимание всем. Всех касается. Значит, кроме нас, потерпевшей, никто не подходит. Вы особенно. Пойдёмте. Ну вот, вроде. Ну вот, рюкзак. Что, рюкзак признаете? Конечно. Это мой рюкзак. Ну вот. Ну, значит, вы утверждаете, что обнаружили пещеру с трупами? Да, да, я утверждаю. Ну, а трупы-то где? Так. Рассосались, значит, похоже. Ну, этого не может быть. Я... Да нет. ...сама видела. Вы не переживайте. Ну, женщина одна ночью. Нервное расстройство. Да? Со всяким может случиться. А рука? Рука, обожжённая факелом. Это что, по-вашему? Рука эта... А у вас, наверное, была зажигалка. Вы решили разжечь костёр, согреться. Хотите конфетку? Да не хочу я ничего. Ну, возьмите. Не обижайте старика. Спасибо. Ну что, пойдём? Обрадуем остальных. В конце концов, программа минимум на сегодня выполнена. Рюкзак нашли. Так что, ой, старость не радость. Господин Звягинцев. Да? У меня к вам просьба. Вы, пожалуй, всерьёз слова моей жены воспринимаете. А что такое? У неё печальная наследственность. Мать её, советская художница Мадана, может быть, слышали? Нет, я в художниках не очень. Она полжизни психиатрической лечебницей. А потом покончила жизнь самоубийством на глазах у двенадцатилетней Оли. О, кошмар какой. Ну, я просто, честно говоря, ожидал подобного. Видимо, она не смогла пережить это. Маленькая девочка, переживай сейчас. Это я понимаю. Мы ещё когда прилетели, цыганка нагадала. Наговорил ей чушь какую-то. Ну, видимо, это стало катализатором. А кошмары стали сниться. Я-то чем могу помочь? Вы, пожалуйста, не пощаляйте её фантазии. Хорошо? А, нет, нет. Доктор. Ты забыл добавить, доктор? Только, может быть, тебе об этом лучше поговорить с местным врачом, а не с охранником? Я просто хотел, что… Может, он найдёт способ править мне мозги? Или подберёт мне фасуд смирительной рубашки? Ты не надо со мной разговаривать так сумасшедливо! Ты предатель! Ты мне всё время права! На самом деле ты считаешь меня безумной! Поблюди меня! Да что ты происходит? Все, все, все! Хорош, парень! Все, закончим! Закончим! Спокойно, спокойно! Ну почему? Почему ты не отвечаешь, когда ты так нужен? А ты чего тут? Ничего, хочу побыть одна. Ну ясно. Так что вы, главное, не волнуйтесь. А это ещё кто? Спасибо. До свидания. Доктор наш, Эльин. Ничегошный, кстати. Что? Советуют, что мне вколоть от помешательства? Перестань, Лёляшна. Ты простыла и сама об этом знаешь. Тоже считаешь, что я схожу с ума? Ну конечно. Послушай, это твой глюк с пещерой, дурной знак. Ты о чём? Ни о чём, а о ком, о братьях. О братьях? Ну очевидно, что они не ладят, понимаешь? Особенно старается младшенький. Ну конечно, сидеть тут с голой задницей. Чего угодно самолюбие взводят. А я здесь при чём? Да не ты, Марк. Богатенький братец с красоткой-женой. Сложно удержаться от мести? Какое мести? Доказать, что его благополучие червивое. Например, жена с прибавахом. И он у тебя чем-то поил? Ну да, отварами какими-то целебными. Ну вот. Ольга, а мы можем поговорить наедине? Да. И наконец, вторая строчка нашего ретро-хит-парада — композиция «Маковый цветок» вокально-инструментального ансамбля под управлением Камиля Абдулина. Приятного аппетита. Спасибо. Хотите? Нормальной еды, я так понимаю, нет. Извините. Вы занимаете такое положение. Могли бы выглядеть ей поприличнее. Ну, невозможно доверять такой, ну, с позволения сказать, шляпе. Учту. Да вы ешьте, ешьте. Да нет, я все-таки не могу успокоиться. Эта девочка вроде бы сама призналась в своем помешательстве. И муж подтвердил это дурной наследственностью. Но что-то в ее рассказе меня зацепило. И я поняла, что. Любопытно. Ну, дайте уху чаю, что ли. Вот это я показала Красинской. Больше Карлса она не видела. Вы ничего не замечаете? Красиво поет? А-а. Шрам. Но у него нет никакого шрама. Именно. Он получил его именно здесь, перед исчезновением. Упал на трассе, а царапался анаст. Хотите сказать? Да. Она видела в пещере Карлоса. Ольга, мы имеем дело с маньяком, причем не глупым. Он наверняка перенес рюкзак, поэтому ты не смогла найти пещеру. Может быть, я не нашла ее, потому что ее нет? Может быть, у меня правда было временное помутнение? Ну, вот я этого и боялся. Чего? Они убедили тебя все забыть. А ты смогла бы забыть тех мертвых людей? Я не знаю. Оля, пещера есть. Послушай ты, она есть. И ты нам нужна, чтобы ее найти. Ты простыла. На, выпай, тебе станет легко. Не надо мне ничего, слышишь? Уйди! Оля, Оля! Оля, отойди от нее! Зачем ты лезешь к нам в семью? Марк! Я не знаю, что со мной происходит. Марк, я перестаю себя контролировать, как будто в меня и правда кто-то усилился, Марк. Марк, а вдруг это манана? Все, успокойся, успокойся. Я верю, все. В розе ветров пропало или внезапно уехало несколько человек. А вот Оксана Маляренко, 35 лет, особая примета, большие серьги в виде растений. Можно? Ага. Точно такие же видела Ольга в пещере. Что с вами? Что, что, вам, вам плохо? Воды? Да нет, нет, не надо, сейчас пройдет. Просто, если все, что вы говорите, правда, Васьки больше нет. Его? Он мне был как сын. Мой погиб. Упал с крыши. Вася на него похож. Вы не должны опускать руки. Наша жизнь зависит от вас. Извините. Она узнала о пещере раньше времени. Это плохо. Больше всего я боюсь, что моя работа будет прервана. Она отправилась на поиски вместе с этим омерзительным охранником. Он становится опасен. Можно было бы его убрать. Но, как натурщик, он меня не интересует. Его тело называет ничего, кроме отвращения. Кажется, я все сделал правильно. Я переставил рюкзак в другой скале. Музей не нашли. И теперь она думает, что это все лишь кошмар. Марк. Марк. Оля. Марк. Оля. Пожалуйста, забери меня отсюда. Марк. Марк. Пожалуйста. Оля. Марк. Оля, ты меня слышишь? Да. Марк. Оля. Держи. Тебе и нужно выпить. Спасибо. Оля, почему ты сегодня ночью ушла из дома? Тебе же врач велел хотя бы пару дней полежать в постели. Я не знаю. Как это не знаю? Я не помню. Я ничего не помню. Я пришел где-то в час, ты уже спала. Да. Да-да. Я помню, как ты долго сидел, работал за ноутбуком. Да. А потом ты подбросил дрова в камин. Это же было. Было. И все. Понимаешь? Господи, я боюсь себя, Марк. Я боюсь, что у меня начинается то же самое, что было у Мананы. Она так же пропадала из дома, а потом вообще ничего не помнила. И вот они не захотела. Шутер. Суе-суе. Опять? Через знает, что происходит. Вы только посмотрите на это. У меня стигматизм. Заказать такие очки – хлопотное дело. хотите хочу ну давайте рассказывайте все с самого начала на меня было совершено нападение значит выходит здесь он на вас напал орудия стало быть этот да да похоже орудовали этим он начал крушить все вокруг и когда я сделал ему замечание он набросился на меня сорвался меня очки разбил и сказал что я старая дура а мне ведь только 43 да да ну скажите спасибо что не убил да а что мог если человек находится в неадеквате конечно же его не рассмотрели почему же мне показалось что это была ольга красинская да ладно пойдем пойдем откройте кто там что случилось похоже что да а завтра утром нельзя было это решить мне нужна ваша жена это что это тоже я когда после того как ударили меня по лицу и перед тем как назвали меня старой дурой у меня отчество ольга игоревна вопрос сущности один зачем вы все это сделали так подождите вы что здесь устраиваете являетесь среди ночи рассказывайте нам какие то небылицы почему небылицы потому что потому что мы вместе были в это время что вы вы хотите улечить меня во лжи я может быть и плохо вижу вот именно но не до такой степени чтоб я не могла узнать человека с двух шагов тем более я помню всех людей с которыми встречалась у меня профессиональная память ты че здесь забыла а че с лёляшной с каких это щей чуть по морде от нее не получила минут сорок назад в смысле лёляшной ты чего я выхожу из бара навстречу ты пронеслась как на шапочку только мне туда не хватало толкнула меня мать ау ты чего мол два подождите извините хотел поговорить с вами солгал я вам не все время ее с женой был Как ты хотел защитить Ольгу? Да ее нужно защищать от нее самой. Я понимаю, я готов ущербов разместить. Я думаю, этого достаточно будет. Уберите, молодой человек. А часто с ней такое? Да нет. Да вы понимаете, что приступ неконтролируемой ярости может вылиться во что-то очень серьезное. Вам срочно нужно показать ее психиатру. Вы же из Москвы? Да. Ну вот, у меня там много знакомых, клиника неврозов. Я могу вам дать телефон. И идите к жене. Не оставляйте ее в таком состоянии. Все в порядке, она с Энессой. Ей нужен муж, а не подруга. Хорошо. Спасибо вам за понимание. Спасибо. Подумать только, да? Такая милая женщина. Ну, актик-то все равно придется составить. Знаете что, Звягинцев? Я не желаю в этом участвовать. Наталья Владимировна, а какого лешего тогда было все затевать-то? Инка, я просто не понимаю, что со мной происходит. Я ничего этого не помню. Но ты же веришь мне? Ну, конечно, верю. И сейчас я — это я. Правда? А ну-ка, давай проверим. Ты помнишь, из-за чего мы с тобой поссорились единственный раз в жизни? Ну, конечно. Конечно, я помню. Это было в школе. В седьмом классе. Мы поссорились из-за Андрюхи Кривецкого. Точно. Ну, вот видишь, ты — это ты. И не вздумай париться. Слышишь, Людишна? Спасибо. Невежий нос. До завтра. Пока. Счастливо. Счастливо. На, прими, успокоительное. Боишься меня? Я тебя люблю. Давай уедем отсюда. Обязательно. Ты вообще меня прости, что я тебя в аддеру вытащил. Послезавтра уедем. Почему только послезавтра? Там рейсов раньше нет. А в городской дешёвой гостинице не хочется торчать. Мы здесь коттеджи переждём. На, выпей. Сейчас водички перенесу. Юрик, душка, вы знаете, я уже давно выросла и детский штанишек. Айда на чёрную трассу. К сожалению, Энесса, не могу этого допустить. Почему это? Моим шефом Ионой роль телохранителя возложена на меня. А он сказал, чёрная трасса табу. Ну всё понятно. Вечная бдительность – залог свободы. Что, простите? Картина Рокуэлла Кента. Я больше импрессионистов люблю. Ну надо же, вы у нас разбираетесь не только в собаках и снеговых ушках. Круг моих интересов гораздо шире. Хотя с третьего курса художественной академии я слетел. Может, поэтому не дружу с современной живописью. Угу. И с современной техникой тоже. Вы не нажали запись, Юрик. Ну вот. Я же говорил, гаджеты меня не любят. И это взаимно. У меня даже телефон самый простой, кнопочный. Из серии «Звонит». Ладно. Юрик, Юрик, приём. Дуй на объект, собаки нужны. Понял. Сейчас буду. Энесса, я буквально на полчаса рассчитываю на вашу благоразумность. Иначе его на мне голову оторвать. Я постараюсь её сохранить. Ты забыл зубочистки, любимый. Ими тоже можно выколоть глаза. Доброе утро. Как спалось? Спасибо, что пытался выгородить меня вчера. Марк, ты же не бросишь меня? Конечно, нет. Но ты мне должна помочь. Не позволяя этому овладевать тобой. Хотя бы ради меня. Я буду очень стараться. Кара, пойду поговорю с доктором. Давай, завтракай. В общем, проблемы с сосном и перепады в стране у неё достаточно редкие. И основное, конечно, не помнит она ничего. Достаточно сильные у её провала в памяти. У её матери было очень много. Кара, что происходит? Что? Стучишь на свою безумную жёнышку, милый? Не надо так. Ну, и что мы имеем в анамнезе, доктор? Про иноидальное состояние, мания, преследование или, может быть, навязчивая идея? Сейчас не самое подходящее время, Кар. А подходящего времени уже не будет, Марк. Ты же сдашь мне в психушку, где меня будут колоть, заворачивать мокрые простыни, надевать на меня смирительную рубашку. Да, доктор? Я щадящий вариант. Помолчи сейчас. А, то есть ты уже продумал все варианты, Марк? Кар, возьми себя в руки. Давай уже. Давай быстрее сдай меня в жёлтый дом, лишь бы только подальше от мужа, который постоянно лжёт. Да возьми ты себя в руки, кара! Я хочу, чтобы у тебя всё было хорошо. Доктор мне принёс лекарства от простуды. Роза Ветров вызывает Орёл. Как слышите? Слышу отлично, Орёл. Что нового? Объявлено штурмовое предупреждение. Перевал закроют? Вы что, следите там за своими габриками. Принял. Учтём. До связи. Эй, бэйби, будь осторожнее. Спасибо, милый. А, окей, 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 да. Врача зовите! Позовите врача! Игорь Анатольевич, да мы справимся. Все у нас под контролем. Ну, вы понимаете, что у нас штормовое предупреждение? Ну, нельзя лететь. Игорь Анатольевич. Сейчас, одну секунду. Давай. Папочка, Марк прав. Сейчас это очень опасно. Нужно отложить полет. Вот пришел доктор, мы совсем... Вы что? Вы бросил трубку. Но... Ведь он же полетит, Марк, я его знаю. Сейчас все решится. Как это с ней могло произойти? Почему мы не досмотрели, где мы были? Что? Дал я ей обезболивающее. Боль в области крестца и обеих лодыжек. Во всяком случае, она так говорит. Да, но... Она же будет ходить, верно? Посванучник цел, но... Возможны внутренние повреждения. Слабая чувствительность конечностей практически никакой. Тут нужен осмотр в стационаре. Мы сделаем все, сделаем. Что произошло? Так, подожди. А что бывает с лыжниками, которые гоняют где ни попадя, без соответствующих навыков? Забралась на черную трассу и шлепнулась. Шлелесна? Шлелесна? Да! Сейчас. Подожди. Ей нужен полный покой. Как ты себя чувствуешь? Баршиво. Как ноги? Не знаю, вроде не болеть, нечего. Ну, слава богу. А ты думала, у меня обломки костей торчать будут? Так, перестань. Ты можешь пальцами пошевелить? Что? Не могу. Спокойно, а? Черт, черт, черт. А почему это случилось со мной, а не с твоим маленьком? Инка, пожалуйста. У меня что, сломаны ноги? Доктор сказал, что ничего страшного не произошло. Это просто временно. Я ничего не чувствую. Пожалуйста, только давай сейчас без подвигов. Я что, больше никогда не встану? Ничего страшного не произошло, только не раскисай. Я ничего не чувствую. Девочки, Игорь Анатольевич, на подлете минут через двадцать будет. Что мне сделать, чтобы он меня не оставил? Глупая. Просто оставаться собой. Правда? Угу. Как я выгляжу? Неплохо. Почему не отлично? Потому что. Потому что ты неисправимая кокетка. Дай мне, пожалуйста, мою косметичку. О-о-о, идешь на поправку. Где она? Там в ящике. Папа, ну, наконец-то. Привет, малыш. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. Ее можно перевозить? Ну, похоже, что да. Она вообще в сознании? Конечно. Она вас ждет. Пойдемте провожу. Где тут у вас бар? Отец сказал, что вам лететь двадцать минут. Вас не было больше часа. Что случилось? Да мы в жуткую болтанку попали. Вообще не понимаю, как мы не рухнули. Да вообще, если бы мне ваш, что вошедший папаша, такие же снова деньжища предложил, да я бы не полетел. Лучше еще полгода в летнем отряде без зарплаты. Бар где у вас? Игорь. Девочка моя. Ну, как ты так могла поступить с папочкой? Завтра утром мы отсюда улетаем. Мой врач поставит тебя на ноги. Ну, если я вдруг не встану, ты же меня не оставишь? Да что ты такое говоришь? Пойдем. Линочка, девочка моя. Ну, как же так? Это я пришел проведать больную. А вы, я так понимаю, местный врач? Правильно понимаете. А вы, как я понимаю, обеспокоены папаши. Это мой муж. Ну, муж так муж. Я, собственно, пришел сделать укол. Ну да, делайте, делайте. Благодарю. Так что-нибудь чувствуем? А вот так. Нет. Ну, а так? Почему Инесса не может встать на ноги? Возможно, посттравматический шок. Но в данных условиях более конкретно сказать не могу. Послушай, ты, щенок, если ты еще хоть раз посмотришь на моих, но таким образом, самим взглядом, я тебя расстану. Ты меня понял? Понял. Не слышу. Понял. Какие будут рекомендации, доктор? Покой и обездвиженность. И это все? Я дал ей вашей жене обезболивающее. Ну? Могу дать снотворное, очень хорошее. Немецкое, качественное. Несите. Ага. Почему она осталась на трассе одна? Она никогда профессионально не каталась на лыжах. Да ну не нужно профессионалом быть, чтобы с горы спуститься. Это несчастный случай. С ней этого не должно было произойти. Я тебя предупреждал. Папа! Игорь Анатольевич, все нормально, Оля. Уберите руки. Господи, да ты несешь чушь. Ты ведешь себя как мальчишка. Ты прилетел сюда, рискуя собой и жизнью этого несчастного летчика. Понимаешь, что ты смешон? А по-моему, тебе достаточно пить, малыш. А обо мне? О своей дочери. Ты подумал, если бы ты погиб, что бы было со мной? Или может быть, ты вообще забыл, что у тебя есть дочь? Заткнись! Моя дочь мне никогда бы такого не сказала. Все, все, все. Давайте успокоимся. Завтра обо всем поговорим. Пойдем. Все. Ну, конечно. Оль. Конечно, я... Я не твоя дочь. Я... Я мамина. Только почему-то всю жизнь я тебя любила больше, чем ее. А сейчас я об этом очень жалею. Оля, твоя мать давно умерла. А-а-а! А вот этого никто не знает наверняка. Я тебе этого не прощу. Ты понял? Все. Тебе не надо волноваться. Успокойся, пожалуйста. Ну, все в порядке. Пойдем. Отпусти меня. Да не надо меня никуда провожать. Пойдем. Пойдем. Отпусти меня. Да не надо меня никуда провожать. Палыч, в люксе на третьем этаже тетка кричит. Минут пятнадцать уже. Соседи жалуются. Кто кричит? Тетка кричит. Ну, чего ж ты, Вань? Сам, что ли, открыть не мог? Ага, я так открыл в прошлом году люкс. Тоже соседи жаловались. Оказалось, любовница олигарха. Одного так орала. Игры у них такие были. Он напивался и колотил ее до полусмерти. Я тогда еще чуть пулю в лоб от него не получил. А любовница от дачи показаний тогда отказалась. Выходит, я еще и крайний стал, да? Так что, Палыч, ты у нас главный по безопасности. Вот и давай. Дизнь и скучная у нас жизнь. Кто его? Помогите. Помогите, помогите. Помогите, пожалуйста. Это, записать вы чем? Ну, ладно, может, запомню. А, и так вы заснули. Да, потом я очнулась, и было темно, и мужа не было. Я подумала, что он просто держался в баре. Стало светать, и я... Я увидела его, лежащего на полу. Я позвала, а он не отозвался. И вы подумали, что он пьяный? Я стала кричать, звать за помощь. Я не могла. Нормально. Сейчас нормально все будет. Давайте ее несем. Я не делала до телефона. Я кричала. Кирилл, Мефодий, давайте побыстрее. И не осадку. Все будет хорошо. Прости меня. Тебе не стоит извиняться. Он очень огорчился, да? Угу. Пойду к нему. Подожди. Мы с ним разошлись, часа в четыре утра. Он спит, наверное. Марк, ну открой глаза, я не могу разговаривать, когда ты с закрытыми глазами. Что? Господи, что это? Кровь, Марк! Ты что, порезался? Сейчас посмотрим. А ну-ка, покажи. Значит, так, навскидку, смерть наступила где-то между четырьмя и шестью утра. Угу. От единственного проникающего ранения в область сердца. Единственного? Да он весь в дырках, как дуршлаг. Другие удары неглубокие, хаотичные, как будто совершались в состоянии аффекта. Стало быть, не заказуха. Как это, жена не проснулась во время убийства? Павлович, она на моих глазах приняла сильное действие, еще и снотворное. Крепкий восьмичасовой сон. Будить в это время бесполезно. Ладно, я пошел писать заключение. Если не киллер, тогда кто, грабитель? Да не, какой грабитель? Бабки все на месте. А вот и орудия. Ай, тетя, салфетку принеси. Ну-ка, отвалю отсюда. Палыч. Ну, отличная находка. Где очки-то? Да. И редкая. Похоже на ритуальный нож одного из кинейских племен. Вот, смотрите, бог в месте. Такой нож высасывает душу из обидчика, и потом оно служит убийце. Откуда такая осведомленность, Юрик? Читать люблю. Шамарин вроде несся к жене. Позабыл зубную щетку взять, а тут нож ритуальный. Странно, а? Вроде мужик-то здоровый, а защищал себя подушкой. Хочешь сказать, что он дал себя убить, что ли? Вот именно, потому что не ожидал нападения. Напал близкий человек. Да? Это портье. Иван. Слушаю. Боюсь, плохие новости. В люксе нашли тело вашего действия Игоря Шамарина. В смысле? Он убит. Марк! 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 Что? Откуда? Почему я в крови? Что? Откуда у меня кровь? Надо же, убили. Представляешь, твое дежурство. Так что надо всю ночь восстановить. Подробнейшим образом. Всю ночь? Часов четырех. Так зачем восстанавливать? Помню я их. Пожилой этот парень. Шли из бара. Парень провожал. Потом у моей стойки что-то долго терлись, говорили громко. Ругались, что ли? Да нет, скорее отношения выясняли. А из-за жены молодого кажется. Ну и чего выясняли-то? Сейчас, сейчас. Значит так. Молодой спросил, зачем вы так кричали? Вы же знаете, как она к вам относится. А пожилой ответил. Не понимаю этой дочерней ревности. Это что-то ненормальное. Ольга становится все больше похожа на мать. Это меня пугает. Мужчины зашли в номер? Только пожилой. Парень вернулся в бар. Как ты так все хорошо запомнил, Гоша. Подозрительно. У меня просто феноменальная память. Плюс цифры. Множу и делю любые значения. Да ладно. Хотите проверить? А ну давай. Только вот скажем 45612 разделить, допустим. А на 737. 737. Шестьдесят один и три восьмерки после запятой. Ага. Тебе в ФСБ надо работать. В аналитическом отделе. Там таких затейников любят. Да нет, шеф. Я лучше здесь буду девчонок развлекать. Ну ладно, Гоша. Смотри сам. Благодарю, как говорится, за службу. На, держи конфетку. Палыч, забыл сказать. Что? Она потом в номер пришла. Кто она? Ну, жена молодого. Прошмыгнула мимо. Я ей доброй ночи, а она не здрасте, не до свидания. И что? Она долго там пробыла? Полчаса. А потом выбежала и что-то руки еще к груди прижимала. Направилась в бар? Не-не-не-не. Я в окно уже видел. Она потом по двору бежала. Спасибо. Папа, нет. Наталья? Проходите. Нет. Секундочку. А где ваша жена? Она в ванной. Мне лучше не беспокоиться сейчас. Как это все произошло? Зарезан. Давайте кофе. Проходите. Ага, спасибо. В собственном номере. Кофе. Ну, кофе это кофе. Угу. Мы с ним виделись. Ну, где-то четыре утра было. Угу. Он еще живой был. Ну, вот. Наверное, вы видели его последним. Его как раз и убили. Лишили жизни его где-то там между четырьмя и шестью часами. Прошу. Спасибо. Спасибо. Кошмар. Вы были в баре вдвоем, да? Ну, мы втроем были. Я Игорь Анатольевич и Ольга. Ольга раньше ушла. Честно говоря, выпила лишнего. О. Вы не проводили жену? Ну, мы обсуждали кое-какие детали по сделке. А Ольга, тем более, попросила ее не провожать. И когда вернулись, она уже была дома? Да, конечно, спала. Вы извините, конечно, такой щепетильный вопрос. Угу. Шамарин же муж и несы. Да. А какие у них с Ольгой взаимоотношения? Интересно просто. С детства вместе. Конечно, у Ольги сначала было неловко. Угу. Но сейчас выклась. Понятно. Вы уверены? Я вот, честно говоря, не очень понимаю. У вас нет никаких оснований подозревать Ольгу. А, Марк, а вот вы сами как думаете? Кто мог это сделать? Вы, видимо, не понимаете, что такой нефтяной бизнес. Просто. Что? Все, кто этим занимается, у них в прихожей могильная плита стоит. Плита? Это метавора. Это гиперболом. А, ну я понял. То есть враги у него были? Еще какие? Ну, насколько я, позволяет мой опыт судить, я думаю, это не самое распространенное оружие для киллеров. Это вот чем его убили? Ну да. Вот, скорее всего. А на нем, наверное, отпечатки пальцев? А, ну да. Просто судить специалистам. А когда специалисты приедут? Что? Специалисты, когда приедут? Так, уран. Уран в горах. Вижу, вижу. Зара! 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 Открой дверь! Чего ж ты бегаешь-то от клиентов, а? А ты что, будущее свое хочешь знать? Скорее, прошлое. И не свое. Советую не сопротивляться, гражданка ведьма. У меня времени мало. Вы представляете, я чуть улику не забыл. Меня в отделении засмеяли. Да что, куда вы? Вот. Это что такое? Такое ощущение, как будто руки вытирали, да? Кровь, что ли? Вы забыли что-то? Воздухом дышим. Сосны великолепные не находите? Да, сосны здесь действительно прекрасные. Я вот знаете, что странным нахожу. Чтобы вынюхивать что-то возле нашего дома. Это чья кровь? Это кровь моя. Вчера руку распорол, а гвоздь. А что? Покажите рану. Может, мед освидетельствование пройти? Может, если понадобится, пройдете. Пройти его нужно вам, причем у психотерапевта. А вам аттестацию на профпригодность. Кому, психиатру? Да потому что ведете себя, как дети. У вас ответ перед глазами, а вы все пальцем в небо тычете. Какой ответ? Убийца Инесса Шамарина. Шамарина? Игорь Анатольевич очень богатый человек. Любил Ингу безумно. Аж все наследство на нее переписал. Мотив? Мотив, конечно, но как она с такими травмами мужа-то могла мочкануть? С какими травмами? Она неподвижна, фактически. Кто вам сказал? Люди. Так я... Люди видели, что она упала? Но люди видели, как и я падал. Что дальше? А ноги? Ноги. У нее ноги-то ничего не чувствуют. Рентген. Рентген, да, показал и доктор сказал. А если она в сговоре с доктором? Переспала с ним, а теперь вертит им, как хочет, а? Не, ну... Совет вам мой. Вы приглядитесь к Энессе. Проколется она обязательно. Ну ладно, извините. Нет, подождите. Около четырех часов у номера Шамаринах видели его супругу. А, да. Кто видел? У нас свидетель есть. Гоша Порте. Да. Он трезвый был? Нормальный. Да чушь, это собачья. Она со мной была вместе. Не припомню, чтобы Гоша бухал. Оля, послушай меня внимательно. Марк, я понимаю, да? Да, ты хочешь меня защитить, но выходит только хуже. Конечно, конечно. Я не помню, как этого сделала, но... Ну, получается, это я убила? Нет, 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 Оля, нет. Да, Марк. Сама отцовая. Я могу быть опасна. Ну что, жалко девочку. Но, наверное, придется приставить к ней охрану для прибытия оперативников. Оля, Кирилл? Оля, Кирилл. Ты был здесь с дочерью и зятем, так? Да. Девочка страшно напилась. И... Так и что? Что? Ну что? 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 Переворачивала столы, плясала голой. Что? Ну, она выступала с программными заявлениями. С какими? Она наезжала на своего папашу. Отец на нее при всех накричал. Она расстроилась. А потом? А потом убежала. А спутники? Спутники? Ну, остались до четырех, а потом ушли. И больше не возвращались? Убитые нет. А парень просидел до закрытия, до половины седьмого. Один? Да, даже не пил. А потом пристроился к боулингу. И что, просто так сидел, глазел по сторонам? Можно и так сказать. Странно. Хотел, чтобы его все заметили. Вот именно. Ну, все одно к одному. Красинская сошла с ума. Ну да, и припадки ревности. Прикончила собственного родителя. Звядица. Да. Вольно все складно выходит. Ну? Вы не находите? Ну, нахожу. Вот как будто кто-то пальцем тычет в убийцу. Ну да, или в того, кого хотят им назначить. Давай на ты. Что? Давай не на Вен, а ты. Пора бы уже без этих формальностей. Ну, да, я не... Конечно, я не против. Полная клиническая картина характера ранений. А первый удар ножом прямо в сердце? Да, между ним и последним колоссальная разница. Будто били разные люди. Угу. Сюжет, заключение. Ну, это я потом изучу. А можно без протокола? Да, я весь внимание. Инесса Шамарина, ну, свидетельница. Она вот, когда... Я говорю, Инесса же свидетельница. Угу. Чего ты засветился-то? Айболит. Что и к ней, что ли, к линии подбивал? Давай, колись. Здесь все смотри. Увы, пояс верности она носит с удовольствием. Это все, что ты хотел спросить? Нет. Хотел спросить, что... А может быть такое, что, ну, у человека вообще нет травм? Угу. А он просто лежит, ну, и изображает. Исключено. А вы уверены? Симулировать обездвиженность невозможно. Надо все время помнить об этом на подсознательном уровне. А она же не йог. Ну, так уж и невозможно. Дайте руку. Дай руку. Зачем? Да не бойся ты. Такой взрослый мальчик, а боится. А может, не стоит? Допустим, ты хочешь, чтобы я думал, что твоя рука не двигается. Да? Ты что? Надо сосредоточиться на этом. А может, не надо? Сосредоточиться на этом. Ну, а что? Ты сосредоточился? Ну, не знаю. Ты что, дурак, что ли? Наглядно? Черт. Вот. А вы хотели, чтобы нежная девушка с хрупкими костями оставаясь равнодушной к таким вот испытаниям? Вы обалдели, что ли? Слушайте, а вы с Нессой то же самое проделывали? А что? А что, она не боже мой? Так, все. Концерт окончен. Дай мне это хоть что-нибудь помазать. Да, это самое. А ты поплюй и разотри. У меня вызов. Куда делся-то? О, привет. А ты что здесь делаешь? Сегодня она будет со мной. Она причастна к убийству. Возможно, сама и совершила его. Я убийца, и потому чувствую убийц. Она потеряла близкого человека. Или ей же казалось, что близкого. Потому как в сегодняшнюю ночь самым близким для нее был я. Пещера существует, сказал я. Мы увидим ее. Она будет довольна. Ей ведь понравилось быть со мной. И понравится, когда она станет главной скульптурой моей коллекции. Марк ведет себя подозрительно. Утром. Да. Ты показал ему нож. Да. И он как-то сразу заговорил об отпечатках. И что? Ну зачем акцентировать внимание на отпечатках, если от отпечатки Ольги? Ну да, верно. А-а. Если он любящий муж, каким он хотел все время представляться, значит, он должен уничтожить их. Да. Попытаться стереть или... Да все что угодно. Способов масса. Но Марк этого не сделал. А стало быть... А стало быть... Задержка экспертов для него – это несчастливая срочка. Это досадное примедление. Скажи, а только эксперты могут установить отпечатки? Ну да, конечно. Ага. И подписать Ольге смертный приговор. Он же с самого начала засвечивал Ольгу как потенциальную сумасшедшую. Да, кстати, вот и я удивилась. Вы видитесь первый раз в жизни, и он вдруг сразу начинает тебе говорить о том, что мать его жены была душевно больной. Все складывается. Это значит, у нее дурная наследственность. Утром она возвращается домой, испачкав окно крови отца. Да. Но Марк специально обратил твое внимание на пятно на окне. Странно, что этот надменный тип так лестно обо мне подумал, что я сразу замечу это. А я не заметил, а заметил это ты. Марка заставила выскочить что-то другое. Аппетит перебьешь. Буран. Что? Буран спутал все его карты. Сейчас. Паш, ты куда? И вот пас в направлении борца и мяч в руках у Визирана. Один из лучших в Европе Франции. Ну что, дорогие друзья, сегодня на карту паспады... Пивка? О, отлично. Кто играет? Визит. Ну и как? Даль один. Я не убивала отца Марка, но в этом уверена и я, не слишком удачливая переводчица. Но не то страшное и безжалостное, что соседствует со мной. Самое ужасное, что я, я его не чувствую, я не могу контролировать. Ты святой Марк, правда? И ты заслуживаешь большего, чем мотаться всю жизнь со мной с психушки в психушку, как это было у отца с Мананой. Я жду тебя. Ничего не бойся, моя маленькая девочка. Просто меня становится все меньше. И будет кто-то другой. Кого нужно сажать на цепи и все время держать в смирительной рубашке. А я хочу, чтобы ты был свободен. Да, и позаботься о Бенке. Отец ее очень любил. Василий Шутин уже на третьей минуте открыл счет. Замечательно. Возможно, что и сегодня морковские снаряды в третий ударного старта. Что ты делаешь? Нет. Нет, не трогай меня. Уходим, я тебя спрячу. Ну, тогда мне придется тебя связать. Тебе-то надо. Ты не знаешь, почему я здесь. Почему? У меня раздвоение личности. Ну, теперь об этом знают все. Вперед. Идем. Так, так, одеваемся. Ты не боишься, что я всажу тебе нож в спину? Боюсь. Но у меня нет ножа, только ледоруб. Обуваемся. Так. А если повезет, то увижу, как твое безумие наступает. Мне ни разу не удавалось. А мужу? Причем здесь Марк? Выходим. На выход. Бегом. Причем тут Марк? Но ведь это он позволил запереть тебя здесь. Я сама согласилась. А он и не отговаривал. А что бы ты сделал на его месте? Ну, как минимум. Я выяснил бы, почему до поездки припадков не было. Ведь их не было? Не было. Никогда. Ну, а очутившись здесь, они тут же начались. Не странно ли? Ион, ты забываешь о моей матери. Возможно, это все сидело во мне и рано или поздно должно было проявиться. А почему именно сейчас? Я не знаю. Это подстава. Я докажу тебе это. Куда они делись? Кто его знает? Мусор должны были вывезти утром после убийства. Но не вывезли. Если Марк хотел избавиться от улики, значит, она должна быть где-то здесь. Наташа. Наташа. А? А, вот комбинезон. О! А это что бы значило? Кто-то маячил в отеле в образе Ольги. А потом? А потом подменил комбинезон на испачканной? Да. Спасатель Иона. Они с Марком братья. Он может быть сообщником. Да не, Иона такую. И потом, Гоша сумел бы отличить мужскую фигуру от женской. Ну да. А если Марк прав, что и не сопричастна к убийству? И сдал сообщницу? Лишнее. Сейчас, извини. Да, Звягинцев. Что? Ладно, я сейчас буду. Ольга сбежала. Вместе с Ионой. Да вы что, и сопротивления не оказывали. Ну, Кирилл, Мефуни. Не успели. Очень неожиданно получилось. Да, очень неожиданно. Я бы вам не только человека. Я бы вам белку не доверила. Ну, Наташ, ну, ты тоже не перебарщивай. Ребята все-таки как бы работают. Они ж люди все-таки. Что ж уж. Смотри. Кажется, мать Ольги звали Монена? Вроде да. Но это ж она. Откуда я знаю? Может, она. И здесь она. Да, интересно, кто этому Кольге такое подбросить? Может, тот, кто хотел свести ее с ума? Ты говорила, у тебя в психушке знакомая есть, да? Не в психушке, а в клинике неврозов. Можешь узнать, что за лекарство? Сейчас узнаю. Алло. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Боголюбов Виктор Старарович сегодня работает? Ага. А можно его к телефону? Алло. Это Звягинцев говорит. Какого черта, Палыч? Артем, слушай. Что вы сегодня все нервные такие? Некогда. Говори. С ломатизмом уже все в порядке, да. Нитрозимам. Такое лекарство известно тебе? Да, снотворное. Это информация об одном препарате. А как оно выглядит? Желтые круглые таблетки. Хорошая. Обычная. Это все? Ну, пока все. Давай, пока. Спасибо большое, Виктор Старарович. Да. Наташа? Да, спасибо. Знаешь что? Оказывается, там... Слушай, это редкая вещь. Даже по рецепту не продается. Только в стационаре и строго дозировано. Наркотик, что ли? Сильнодействующий транквилизатор. Ты понимаешь, если дать неправильную дозировку, то в 95% из 100 начинается так парадоксальная реакция. Какая реакция? Ну, там, галлюцинации, неконтролируемая ярость. Наташа, подожди. Так, значит, Кирилл, ты сейчас дуй колену доктору и задержи его до приезда оперов. А ты с Ваней Портье свяжись, пусть он запрет Шамарину, чтобы в этот раз не облажаться. Да, хорошо. Алло? Слушаю. Это Марк? Да. Звягинцев говорит с вами. Откуда вы мне звоните? Откуда? Из вашего коттеджа. Да. Случилось что-то? Да, знаете ли, случилось. Хочу вам задать один вопрос. Какой? Мы хотели вам сообщить. Ольги больше нет. Что? Что? Переводчица с тонкой душевной организацией и дурной наследственностью. Впечатлилась легендой о собирателе. И у нее съехала крыша. А с помощью ритуального ножа она украла душу своего отца. Потому что приревновала к Инке и хотела, чтобы его душа принадлежала только мне? Ну да, видишь, как все складно. А ты вспомни, с чего начались твои кошмары. Да, предсказание этой гадалки. Ну, вот она мне созналась, что вот, вот то шапито, которое она устроила у кафе, ей за это много заплатили. А после воспитательной работы признался и наш, наш доктор. Наш айболит. Рентген-фальшивка. Доктор тоже куплен. Кто это все проплатил? Кому это надо? А ты не догадываешься? Марк? Зачем? Может быть, он и убил твоего отца? Нет. Нет. Подожди, а этот испанец, пропавший спасатель... Да с убийством это не связано. Эти двое действительно стали жертвами. Собирателя. Собирателя. Ну или того, кто хочет стать им. Пещера существует, и люди в ней. Я знаю, где она. Пойдем. Это я виноват. Я дал ей снотворное. Когда это произошло? Спасти можно было? А с чего взяли, что она покончила с собой? Вы этого ждали? Вы что, с ума сошли? Где Ольга? Да ладно, Марк, нам все известно. Ну, это перебор. Нет, нет, здорово придумано. Тут любовь сихнется. Конечно. Да? Не говоря уже о барышне под транквилизаторами. Павел Павлович, нашел. О, спасибо, Мефодий. А вот, Марк, и ваш кейс. Я вам не мешаю сейчас? Взяли еще одну, думали, не хватит. Марк, а когда вы собирались избавиться от дубликата? Вы продолжайте, продолжайте. Хочу послушать бредни отставного спица по пьяным дракам. Ну, знаете, не только по дракам. У меня железное алиби. В отеле подтвердят. Да, продумано все блестяще. Спора нет. Марк, вы ведь хорошо изучили свою жену. Ага. И так. Знали, что внушить ей можно все, что угодно. Поэтому, кстати, вы ведь и привезли ее сюда. Да? Потому что здесь уже сколько лет бродит эта сказка страшная. А собиратели душ, там, пещера. Да, еще и люди пропали. И вот Ольга здесь, она чувствует себя, ну, гнетенно. Она не спит, у нее начинается бессонница. Да, под видом снотворного вы травите ее этим. Да. И еще мало того, внушаете, что болезнь матери передалась ей по наследству. Слушайте, вам вдвоем надо вот собраться и писать вместе романы. Научно-фантастические причем, да. Я вот что, продолжение хотите? Да, конечно, конечно, безумно хочу. Мне интересно, насколько ваша фантазия далеко зайдет. Вот, и разбивается и Неса на трассе, и сюда прилетает Шамарин. Так. Несмотря на Буран, он любит ее. Ну как? А дочь что, дочь? Дочь давно уже на обочине, ему уже без разницы. Да, вы же наверняка часто разговаривали с ней о ее дочерней ревности, о том, как несправедливо обошелся отец с ней, женившись на ее подруге. Как вы все угадали-то, а? Ну, конечно, часто. Я же чудовище. Отец с дочерью ссорятся, причем сильно. У Ольги начинается паника. Да. Она в страхе убегает, а вы, Марк, не идете за ней. Да, и тем самым зарабатываете себе алиби. Потому что я говорил, что я не убивал. Правильно. Убили не вы лично. Убила ваша сообщница. Убила не моя сообщница, а, к сожалению, моя жена. Вы на это рассчитывали. Но, Мефодий, неси-ка сюда. Марк, ну, согласитесь, что любая генетическая экспертиза покажет, что это была Шамарина. Хороший роман получился. Она дала признательные показания против вас. И сказала, что именно вы главный организатор преступления. И она только жалкий исполнитель. А сейчас приедет оперативная группа. А, группа, да, приедет. И признание вины смягчает, так сказать. И финал хороший. Только одно но есть. Злодей в этой истории не я. А кто? Шамарина. Это партия. Ваши фрукты. Можно войти? Фурдень. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я вспомнил, Звягинцев говорил, что Васька перед исчезновением потерял медальон в каменном мешке. Вот именно там я обнаружил дневники этого собирателя. Да он реально маньяк. Я прочел его писанину и понял, кто это и где пещера. Но это сейчас не главное. Я знаю, кто будет следующей жертвой. Иона! Слышишь? Стой! Нужно вызвать полицию. Город вызывает Роза Ветров. Город! Роза Ветров вызывает! Не добивает! Не добивает! Иона! Ты так и не сказал! Кто будет следующей жертвой? Шамарина. Это она все придумала. Я только подкупил цыганку и доктора. Или она? Да. А уже висит маскарад с париком. Нападение на вас, это все она. Как она себя назвала? Жалкая исполнительница. Исполнительница. Она все придумала. Еще год назад. Да? Она Ольгу слишком хорошо знает. Знает все ее страхи. Все ее привязанности. Ага. Значит, это... И Несса. И не с... Ну, испачкала Ольгу кровью отца и переодела. Да. Ну, главное, оставила отпечатки Ольге на рукоедке наша. Эй! Инка? Инка? Эй, ты что здесь делаешь? Эй! Ты что здесь делаешь? Ну, как что? Я на экскурсии. Эй! Вы были любовниками. Да кто там только не был любовником. Есть в ней что-то притягательное? Влюбит сначала, а потом использует. Как хочет. А плюс шантаж. Это... Работает безотказно. Она знала, что я сливаю информацию конкурентам. А зачем же вы ее утром сдали? Ну, и сообщник не стал бы так открываться. Вот дурачок пытался как-то ее... Отвести от нее подозрения. Видимо, чтоб они потом на меня палят. Да? И так бывает, да. Инка! Инка! Я все знаю. Что? И он мне рассказал, что рентген поддельный. Ты можешь ходить, ты знала? И даже танцевать. Послушай, почему ты мне ничего не рассказала? Инка, что ты здесь делаешь? Как ты здесь оказалась? Все, что тебя похитил, этот маньяк? Ну ты что, он не маньяк? Художник, он гений. Это же просто потрясающе. Инка, ну ты в опасности, нам нужно уходить. Не-не-не, я отсюда никуда не уйду, пока он не выполнит свое обещание. Послушай, для этого он и помог мне сбежать. Он сказал, я покажу тебе ту самую пещеру, о которой все говорят. Вот она. И сегодня он создаст свой главный шедевр. Это ты, Люлишна. Ты рано? Я не понимаю. Я не понимаю, о чем ты. Кто он? Ты его знаешь, он здесь. Он спасатель. Иона? Оля! Оля! Оля, отойди от них. Что? Оля, что? Это они, Иона, убийцы. Надо уходить, Оля. Что происходит? Сюда. Иона! Сюда, Оля, сюда. Иона! Оля, беги! Беги, он убийца! Никто не должен быть здесь без разрешения! Иона! Оля, иди, Кэнкия! Иди! Стоять! Инка! Он нас может убить! Да вы и так уже мертвяки! Согласись, гораздо романтийнее погибнуть от рук маньяка, чем скинуть в тихушке, да? Ну что, ты понимаешь? Следующей жертвой, может быть, ты! И она нашел его дневник! Я убью тебя! Убью тебя! Но не так, как моих моделей! Все, 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 все! Это... Это уделы избранных. Быть воплощенным великим скульптором. Юрка, ты псих! Лёляш, ну какая же ты дурочка! Такая же наивная, как твой слезняк папаша! Что? А что, разве не так? Ты помнишь, как он ползал у моих ног? Меня это так забавляло? Ты знаешь, он так сильно меня любил, что даже когда я ткнула его ножом, он не поверил своим глазам. Представляешь? Ты чего? Вот ты чего? А он только подушку вперед выставил и говорит. Девочка моя, что с тобой? Что с тобой? А ты ничего не понимаешь? Я обнажаю истинные лица. Те, кто приезжает к нам в горы. Довольные. Богатые, усмешные. Вот, но это все маска. Здесь хранятся их настоящие лица. Беспомощные. С ужасом в глазах. Нет, я не верю тебе. Ты же... Ты всегда была... членом вашей семьи. И сегодня я должен закончить свою главную скульптуру. А ты помешал мне. Прощай. Оля! Когда это? Когда твой папаша звал меня на ваши обеды, да? Конечно, моей маме все время на работе, дома по деньг кушать нечего. Или, может быть, когда манана совала мне рубль в карман. Конечно, откуда у девочки из неполной семьи деньги на мороженое? Замолчи. Сейчас ты замолчишь. Держи, держи, держи. Нет! Нет, не надо! Нет! Инка! 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 Ты слышишь меня? Нет. 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 Ну, что ж-то, а? Ну, что ж-то, а? Надежнее было бы. Ну, прости, Палыч, не было времени думать. Где он? Вон там. Кирилл, Мефодий, давайте. Давай, Палыч, паровода немного. Давай, тогда дохни тогда больше. depreci. Арх! 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 Оль Нужно идти Теперь все будет хорошо Не веришь? Пойдем 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 Пойдем